Традиция вешать замки на заборы возле рек или на ограждения мостов пришла в нашу страну из Италии. Вслед за тем, как роман итальянского писателя «Три метра над небом» набирал огромную популярность среди молодежи. По сюжету романа Федерико Мочи, герои во время венчания, которое проходило на мосту, обмотали столб фонаря цепью и закрепили ее замком, а ключ выбросили в воду. Это стало символом того, что теперь их невозможно разлучить. Бум замков распространился по всему миру. И у нас в Рязани, как и в Италии, заборы перестали выдерживать огромный вес украшений. Теперь в качестве альтернативы для рязанцев поставили кованые деревья, которые становятся пышными от обилия подвесных замков. Такой вариант решения проблемы изначально был найден в Италии, так что можно считать, что это модная тенденция, а не ущемление прав влюбленных. Тем более смотрятся такие деревья, по мнению горожан и гостей города, лучше, чем увешанные замками заборы. Лучше на деревьях, потому что забор, ну, все равно снимают их каждый год, и это не очень. Тем более забор от этого страдает, ну, сваливается. Ну, раз деревья поставили специально для замочков, возможно, лучше и на деревьях на этих пускай растут. Дерево гораздо интереснее. Ну, русская традиция теперь стала. Впервые увидела в Ельце. Возможно, проблема с заборами окончательно решится, если деревьев для замков станет больше, ведь эти две композиции уже почти завершенные. В таком случае облик города не только будет сохранен, но и приукрашен, а туристы среди прочих мест, которые им понравились, смогут отметить сад кованых деревьев, подтверждающие семейные ценности рязанцев. Ведь гости города своим взглядом очень четко стараются отметить то, что для нас уже стало совершенно привычным. Да грибы ваши, слушай, необычное что-то, которые едят глазами. Которые едят, а их ртани ледят. Слушайте, очень хороший Арбат, красивый, ухоженный, чистый. Улица Подбельска. Да, да, я не знаю, что это за улица, но ваш местный Арбат. И широкие улицы, и дорога ваша федеральная, очень даже неплохая. Самое главное, гостям понравилась хорошая погода, потому что все приехали с снегов, а здесь вот солнце случилось. Эти люди приехали из Воркуты, Ярославля, Брянска, Москвы, и им действительно приглянулись кованые деревья с замками. Пообщавшись с гостями, мы также символически решили укрепить свои взаимоотношения со зрителями. Для этих целей украсили один из замков. Наш замок отличается от тех, которые тут есть. На нем мы обозначили союз телекомпании «Город» и зрителей. И сейчас мы повесим его на то место, которое предназначено для замков. Тяжеловато. Теперь мы тоже есть на этом дереве со своей любовью. Так что вешайте замки в правильное место, посылайте желания в космос, связанные не только с поиском второй половинки, но и с просьбами о появлении новых кованых деревьев. А также не переживайте за свои отношения, если ваши замки недавно были срезаны. Так будет происходить каждый год для того, чтобы разгрузить заборы. Поэтому есть повод прийти в Рязанский Кремль и повесить новый замок любви. Только уже она дерево.